Есть люди, которые говорят, я с прошлого года не ел, и ведь самое главное не врут, потому что при детальном рассмотрении и беседе оказывается, что завтрак-то был в прошлом году. Давайте сделаем последний завтрак уходящего года каким-то таким, немножко более интересным, чем просто пожарить яичницу. У меня есть вот такая формочка, металлическая, для кексов. Я ее специально купил для этого рецепта в магазине, она стоила ровно 180 рублей. Но пригодится она мне еще для всяких разных нужд, в том числе и для кексиков. Значит, начнем вот с чего. У меня здесь есть бекончик. Смотрите, какой бекончик красивый, вкусный. Потом обратно верну в эту упаковочку. И, короче, берем бекончик и вот так вот, опа, делаем такой стаканчик внутри нашей воронки. Сделали вот такой стаканчик, вот такую вороночку. То же самое проделываем со всеми остальными частями. По маленькому кусочку кладем на дно, чтобы у нас полностью все было закрыто. Теперь томаты черри. Вот смотрите, чтобы не сильно париться, короче, на 4 части режьте. Если даже какие-то будут кусочки сыроватые внутри, да и фиг с ними. В общем, смотрите, что делаем. Так, сразу же укропчик. Вот на такие всякие вещи, всякие, знаете, такой мертвячок укропчик. Знаете, важный очень элемент, важный очень элемент. Все, вот я смотрю там своих коллег, блогеров, на поваров смотрю, все норовят вот обмануть вас. Я же всегда говорю, есть дохлый укроп у вас в холодосе. Не надо выкидывать его вот сюда, вот в печенку киньте куда-нибудь, в соус куда-нибудь отправьте. Зачем это выкидывать? А все такие понаставят в тарелках, красивые такие цветы, типа укроп свежий у нас. В телеке особенно, в телевидении, да? Ставят, я всегда говорю, зачем вы мне ставите петрушку в стакан? Но она так будет стоять, я говорю, это не цветы, она умрет. И они просто берут каждый час, петрушку дохлую выкидывают, новую ставят, дохлую выкидывают, новую ставят. Понтов, блин, выше крыши, реально. Я всегда так переживаю, что столько продуктов выкидывается вообще зазря. В общем, раскидываем томаты в чашечки с беконом. Вот так вот раскидываем, раскидываем все это, заполняем внутренности, так сказать, вкусняшками. Честно признаться, мы знаете, что делаем? Мы делаем яичницу с томатом и беконом, всего лишь навсего. Да, кстати, знаете, вот я сейчас представляю, в России зима, в России зима, холод собачий. Я представляю себя, когда наступит февраль, везде будет холода, я в Таиланд, с группой настоящих, истинных гедонистов, которые уже, кстати, мы уже часть, значит, у нас еще есть пару мест, но мы уже выкупили все билеты, внутренние перелеты по Таиланду. Они пока что еще дешевые. В февралью, конечно, подорожают. Кто присоединится чуть позже, немножко по деньгам там будет, немножко накладочка. Но! Еще два места есть, и кто вот сейчас себя вот мучает вот этой вот мыслью, типа, блин, ну надо было бы потом. Ну, вы реально будете себя винить за то, что не поехали, за то, что бесцельно прожили жизнь, круто же, в теплой стране, попутешествовать. Когда не нужно бежать в отель на завтрак в 8 утра, мы мчим по всяким рынкам, по всяким фудкортам, еда разная, блинчики там, без бананов, с бананами, со всеми пирогами. Представляете? Под тай, сом там, эй, сом там. Пробуем разную еду, будем покупать вкусняхи на рынке, потом готовить вместе. У нас там два мастер-класса в программе, кстати, один на севере, один на юге. Можно, кстати, и одну неделю купить, или на север, или на юг помчаться. Ну, у кого времени там столько нет, например, но две недели, конечно, будет огонь. Я вас уверяю, Таиланд, не зря там русские живут, не зря, страна-то шикарная, добрые люди. Значит, сыр, сыр любой, главное, чтобы он там подплавился немножко внутри. Вот так вот чуть-чуть добавляем сырку. Теперь дело за малым. Ах ты, етишкин кот, она больше, блин, чем дырка, блин, в этом. Ах ты, ешкин ты кот, как домохозяйками, не получается у меня. А если мы вот так сделаем, опа, делаем по-другому. Оп, разбиваем в тарелочку. Такие огромные яйца. Так, делаем вот так. Теперь все по-другому делаем. Значит, во-первых, придавливаем вот эту штуку, чтобы она тут не болталась. Теперь берем желточек. Белочек еще так плотненько сидит. Выкладываем желточек вот сюда. Это называется переобуться в процессе пути. Да, нужно переделать рецепт, если исходные данные меняются. Вот так вот, смотрите. Оп. Аккуратно. Ручками, ручками. Там потекло все. Пусть уж потекло, потекло. Короче, если взять такую пипетку какую-нибудь, то можно вот так вот взять и вот лишний белок вот так вот взять его и вот сюда обратно вернуть. Вот этот белок можно слегка присолить, вилочкой его разбить. Все соединения, чтобы не было вот таких вот соплей. Понятно, что здесь столько лецитина, что альбумина и всего прочего, что здесь пузырьки воздуха цепляются. Все, берем ложечку, подливаем сюда белок. Столько, сколько нам надо. Другой придется взбить и сделать безе. Меренги там или еще что-нибудь в этом роде. Вообще так иногда вот в мишленовских ресторанах делают. Отделяют желтки от белков, потом белки там чем-нибудь насыщают вкусом каким-нибудь и выпекают аккуратно. А желток потом сырой выкладывают уже на белок и подают. И когда белок горячий... Эй-эй-эй-эй! Когда белок горячий, а желток холодный кладешь, пока несешь, он раз пристает к нему, потому что горячий. Так, духман у меня разогретый. У меня тут 220 градусов. Нам нужно, чтобы у нас быстрый нагрев произошел. Серединка вся сырая должна остаться, а края немножко подпечься. И все. О-е-эй! Буквально 5 минут. Эх! Лук-лучок. Золотая луковица. Вот они какие получились у нас. Какие кексики-кексики! Так. Вот так вот аккуратно. Достаем. И ставим. Шикарные. Томатики дали сок. Он вниз стек. Немножко бекончик дал жирок. Он тоже вниз стек. О, какое чудо чудесное! Алиса, ну что тут, конечно, что это? Попрошайная собака. Конечно, пахнет-то вкусно. Конечно, вкусно пахнет. И самое главное, что сразу же, на шестерых человек спокойно не забывайте к яичнице подать хлеб. Шумакать-то чем? Так, что-то тут не вошло у меня. Как это так я просчитался? Вот сюда последнюю. Ну, вернее, она была у меня первой. Это моя первая яичница. Можно? Конечно же, дольше держать, да? Там края золотистые, еще что-нибудь. Но я вам хочу сказать, что лучше оставить внутри все сочным, чем превратить это в настоящий кекс. Да? Потом можно резать, и все будет оставаться как есть. Нет, я все-таки за то, чтобы внутри было максимально сочно. Даже несмотря на то, что вот здесь подтекает сок вниз, это же великолепно! Его можно всегда помакать хлебушком. Лучок, лучок. Вот так, немножко для украшушки такого лучка. Колечками раз. Вот он. Выглядит потрясающе. Зеленый лучик, сибулетто, украшает любое блюдо. Так, смотрим, что внутри. Значит, вот это у нас самый запекшийся белок. Видите, как печка у меня равномерная. А вот это вообще... А это тоже запекшийся. Они тоже сверху прихватились. Ну-ка, давайте-ка вот это с этой стороны. Резанем сначала этот. Опа! О! Ух ты! Ой, какой сочняк! М-м-м-м! О, какой сочняк! Да и этот уже вон все течет. Меньше, конечно, но даже томаты нагрелись. Сыра, правда, я мало положил. Но у меня не было, знаете, такого обычного, дешевого какого-нибудь сыра, который потом уж течет, как суп. А это у меня сырок просто завалялся кусочек еще и Сталина. Я к тому, что вот это... Даже язык не поворачивается назвать это последним завтраком, хотя мне кажется, что каждый человек, наверное, если бы вот, знаете, как спрашивают корреспонденты, что бы вы хотели в конце своей жизни съесть перед смертью? Я бы сказал, наверное, вот так вот. Это вкусная штука, реально. Прям вообще огонь. Да, уже почти что с Новым Годом! Уже почти с наступившим! А может быть, вы смотрите это уже в январе? Значит, вас с Новым Годом! Вот. Я с вами прощаюсь, господа и дамы. Очень вкусно!